так всем доброго времени суток сегодня у нас значит очередное видео ответы на вопросы и сейчас посмотрим я тут уже немножко подобрал как всегда чуть больше обычно 4 вопроса вот но сейчас я нашел тут 5 хотя там у меня еще целая куча валяется но это потихоньку вы них отвечать потому что если буду разом на все отвечать эти письма то видео очень сильно растянется и как бы это не очень хорошо будет вот там кстати не обращайте внимание будут у меня дома тут кашлять немножко вот движение происходит с на кухне там готовят кушать у нас тут сегодня карантин все повалели воды вообще какая-то ерунда творится все болеют в россии там казахстан беларусь украина там европа у всех одинаковые симптомы и все в одно время вот помолели зимой не значит а может в воздухе там ходит летают при передвигается танцы с помощью циклонов там еще чего-нибудь как-нибудь да и в общем пофигу ладно сейчас зачитаем первый вопросик у нас пишет алина и так здравствуйте у меня имеется небольшая жировая прослойка читала что протеин убирает эту жировую прослойку но чуть-чуть и наращивать мышцы что мне надо или же лучше сначала принимать чисто жиры жиросжигающие а потом для наращивания мышц протеин ну вообще как бы протеин жиросжигающими свойствами не обладает есть конечно кето диеты где можно сало пожечь вообще глуповатый вопрос извиняюсь за свой кашель вот поэтому если есть жировая прослойка то стоит соблюдать диету ну если есть такая необходимость жиросжигателях ну да можно добавить жиросжигателя а вообще протеин этаж белок и он как бы должен быть основой рациона поэтому исключать его нельзя и принимать его нужно постоянно у вас два варианта либо потреблять натуральную пищу хотя белок как бы он тоже в принципе натуральный потому что делают из сыворотки это молочные продукты и потом еще чего-то идет делать яичные говяжий протеин в общем их там еще казеин есть ну это тоже вот казин по моему тоже из молока давай туда из молока в твороге кстати есть казин вот так что основа всего для похудения это что диета поэтому соблюдаем диету для того чтобы жечь побольше сала так следующий вопрос у нас пишет нам самир поскажите пожалуйста что есть перед тренировкой чтобы сила чего поднялась а поднялась сила ну пишет на эти на латынице качаюсь натурально ну еда в принципе как бы особо тут и не поможет потому что она ничего такого не даст чтобы сила поднялась и ну мы знаем что надо принимать ну вот но говорить нам об этом не будем так что из пищевых добавок можно взять к примеру карнитин креатин ну если уже там аптечная фармакология туара таткали и милдранат собственно все больше ничего такого особо и нету хотя может я ошибаюсь ну там пишите конечно комментариях но я как бы к бадам так себе отношусь вот единственные действующие добавки ну как я уже сказал мы знаем какие они есть вот так следующий у нас пишет игорь я прочитал что креатин моногидрат тоже дает эффект как думаете креатин тоже подойдет вот блин глупейший вопрос в том что креатин он блин весь одинаковый то что там по на придумывали производители всякую всякие разновидности креатина ну это вообще сути никак не меняет то есть берешь самый обычный любой этот самый креатин из магазина в принципе он любой подойдет любая марка так что и принимаешь его так пишет нам следующем вопросе павел здравствуйте сергей мне 20 лет мой вес 59 килограмм росту 79 сантиметров занимаюсь уже два года без всяких спортивных питаний потому что боюсь у меня сомнение что у меня не будет детей а дети это самое главное в жизни скажите пожалуйста у вас есть дети и вы принимали протеины когда были холостым я хочу быть уверенным заранее но это это за последнее время самый тупой вопрос который был дело в том что человек боится что протеина у него не будет детей думайте посмеемся тихо и как бы комментировать это не буду оставлю без комментариев на ваше усмотрение так что так следующее нам пишет тимур добрый день у меня такой вопрос что надо пить при простуженных мышцах ног верхней части так как не не болят сами мышцы просто часто при холоде чувствуется при приседании или поднятии ноги не сразу могу приседать что-то он как-то пишет вообще нельзя пятых ни точек ничего нету приседать или поднять ногу потому что чувствую и вижу как мышца на колене бегает как волна и как будто не туда заходит в сустав сама мышца это просто как будто какой-то школьник пишет ну вообще если у есть какие-то подозрения на расстройстве в вашем теле то стоит конечно же обратиться к врачу если у тебя есть проблемы неврологические как-то мышцы у тебя там странно реагируют то есть ну тело не сушится давайте к врачу надо потому что ну простудить мышцы ну как бы я вообще очень скептически к этой идее отношусь обветрила там что-то простудила там этот самый это все ерунда вот ну а если есть какие-то подозрения на расстройстве в вашем теле то стоит конечно же обратиться к врачу потому что там есть соответствующее оборудование тесты так далее можно проверить провериться и тому же тебе и лечение назначат и процедуры там и всякое остальное так что вот такие вот сегодня вопросики у нас были как всегда глупые и не очень так что пишем в комментариях обсуждаем может посмеемся на чем-то на предыдущем просто по поводу не будет детей от протеина я не знаю уже столько времени как бы прошло и до сих пор какой-то непонятный ссор на эту тему то есть протеин это такая химия у людей в сознании что как будто я не знаю там стероиды прям какие-то ужас вообще так что такие вот значит у нас вопрос сегодня были всем спасибо пока